Здравствуйте! Сегодня я проведу вебинар на тему управления договорами о 1С управления холдингом. Управление холдингом это одно из самых популярных решений 1С, а договорами пользуются почти все люди, так что тема сегодняшнего вебинара будет очень актуальна для нас всех. На данном слайде представлены вопросы, рассматриваемые вебинары, а именно коммерческие договоры, договоры финансирования, обеспечительные меры, управление регуляторными рисками, претензионная исковая работа, факторинг. Коммерческие договоры. Даговор это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей. Даговор является основным видом сделок. Особой разновидностью договора является коммерческий договор. Особенность коммерческого договора состоит в том, что такой договор, во-первых, имеет особый субъектный состав, то есть его сторонами являются не все лица, а только те, которые занимаются торговой, а иначе говоря, коммерческой деятельностью. Второе. Имеет специальную цель, а именно установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в сфере торговли или содействия торговли. В один из управления Холдингом разработана система управления договорами, необходимая для учета коммерческих договоров и договора финансирования. Подсистема позволяет развести анализ аранжирование контрагентов по степени риска и доходности, определить для них типовые условия расчетов, регистрировать требования к обеспечению, страхованию и гарантиям, визуально управлять графиком расчетов по договору, задолженность отклонения от плана, манфакт, корректировать график расчетов по договору при регистрации первичных документов и использовать тендерные процедуры. Договоры финансирования. Калькулятор графиков позволяет рассчитать по параметрам и актуализировать по фактическим операциям графики сделок при влечении финансирования, а именно кредиты и кредитные линии, займополученные, овердрафт, то есть услуга, которая позволяет списывать с расчетного счета больше денег, чем на нем есть на момент платежа. Факторник. Для повышения эффективности автоматизации валютного контроля реализованы напоминания о существенных событиях валютного контроля, необходимости закрытия задолженности, указанной в справках о валютных операциях и подтверждающих документах и формирования указанных справок при стечении нормативного срока от получения первичного документа. Кроме того, реализована пара отчетов, позволяющих проанализировать состояние валютного контроля в компании. На данном слайде представлен федеральный закон 22 декабря 2019 года о государственном оборудовании заказе, в котором зафиксированы эти положения. На данном слайде представлена схема, реализованная в 1С управления холдингом. Претензионная исковая работа. В системе реализован блок по работе с претензиями, которые позволяют выполнять регистрацию исходящих финансовых и нефинансовых претензий. Управлять этапами и статусом претензионной работы. Автоматически формировать претензию в случае прострочки платина. Учитывать прогноз взыскания просроченной задолженности в бюджете движения денизных средств. Регистрировать события претензионной исковой работы. Формировать напоминания и уведомления о них. Отправлять напоминания и повещения пользователям о предстоящем событии. Уточнять прогноз в зависимости от этапа претензии и вероятности ее закрытия. Фактуринг. Перед большинством компании зачастую встает вопрос, какой порядок оплаты выбрать при заключении договора с контрагентом. Это может быть авансовый платеж, расстрочка или отсрочка. Первый вариант может обернуться потерей части партнеров, а два других потерей средств собственного оборотного капитала. Эффективным лишением в этих случаях станет фактуринг в банке или фактуринговом окинстве. Он позволяет ликвидировать кассовый разрыв и обеспечивать стабильность финансового оборота. Фактуринг в классическом понимании – это финансирование под уступку права денежного требования. Этот парадокс финансирования закупок и продаж товара подходит компаниям, работающим с отсрочкой платежа. Простыми словами, фактуринг – это удобный инструмент для быстрого увеличения оборотного капитала и повышения стабильности компании. Это эффективный инструмент для компаний, работающих практически во всех отраслях, будь то производство мебели, оптовые продажи, бытовые техники. Сонный договор о фактуринге отражена в его функциях, а именно – получение своевременного финансирования оборотного капитала, за счет чего можно расширить клиентскую базу, ассортимент товаров и, как следствие, увеличить доход. Управление дебиторской задолженностью, исключение риска нарушения договорных обязательств со стороны покупателя. И для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью в подсистеме реализован учет операции фактуринга. Перейдем в решение 1С Управления холдингом. Здесь в подсистеме справочники расположены договоры. Рассматриваем стандартные функции для работы со списком договоров, которые могут очень сильно облегчить работу. Для начала хотелось бы обратить внимание на то, что на форму вынесены уже некоторые фильтры. Мы можем искать по контрагенту, положим по виду договора, по дате и по организации, в случае, если у вас ведется учет в разрезе нескольких организаций. В случае, если вам нужно отменить фильтр, просто убираем галочку рядом и все. У меня еще предусмотрен широкий выбор дополнительных функций, к примеру, быстрый поиск, если вы помните какие-то ключевое слово. Существует также настройка списка, которая позволяет ввести какие-то дополнительные параметры, которых не было предусматривано на форме ранее. Точно так же можно их убрать. Для создания нового договора нажимаем на кнопку «Создать» в верхней части формы. Первый договор, который мы рассмотрим – это с поставщиком. Договоры с поставщиками используются во всех сферах деятельности. В договорах с поставщиками доступны такие вкладки, как «Основное», «Условия», «Планирование», «График поставок», «Бухгалтерский налоговый учет», «МСФО», «Дополнительный» и «Контроль документов». На вкладке «Основное» доступны следующие ликвидиты. Вид договора, номер, наименование, организация, контрагент, ответственный. Действует СПО, валюта взаиморасчетов, сумма договора фиксирована, используется для расчетов по контракту государственного заказа. Требуется поставка на учет валютного контроля, уникальный номер контракта, вид валютной операции, а также состояние договора, вид соглашения, автоматически контролировать нарушение условий договора и данные о версии. Действует СПО. Хотелось бы отметить, что поле «Ответственный» проставляется автоматически по имени пользователя. У ДАТ «Действует СПО» осуществлена проверка, т.е. дата СПО может быть позже, чем дата ПО. При записи неправильного документа появится оповещение об ошибке. В случае, если вы не знаете, какие даты указывать, эти поля нельзя оставлять пустыми, только программист может сделать так, чтобы они были необязательными для заполнения. ДАТ «Действует СПО». Однако, принято добавлять к текущей дате плюс 2 года, и тогда вы получите «Действует СПО» и «Действует ПО». В документе предусмотрено версионирование. «Действует СПО» и «Действует СПО» и «Действует СПО». По сути, это значит, что для уже утвержденных документов мы не можем редактировать. Мы можем только вводить новую версию с помощью кнопки «Редактировать» «Создать новую версию». Номера версии и даты их изменения будут указаны в документах. состояние договора состояние договора выбирается из предусмотренного списка по нему очень удобно осуществлять контроль за документами например на главной форме на форме списка иногда бывает удобно поставить фильтр как раз по состоянию документа в случае если вы исполняете государственный контракт то здесь нужно поставить галочку и указать какой конкретно это государственный контракт из списка если список пустой то нужно создать новый рассматриваем другие виды договора договор фактурнина он отличается от договора с поставщиком тем что у него после того как мы заполним все данные нужно перейти во вкладку договоры и ценные бумаги там найти реестры уступленных денежных требований и создать документ и заполнить его вот так вот выглядит этот документ он состоит из данных двух вкладок уступленные требования и график поступления следствия по графику поступления следствия очень удобно контролировать договор фактурнинга вернемся к договорам давайте наполним один мы будем заполнять договор с поставщиком так как работа с поставщиками является одной из самых популярных именование в принципе заполняется автоматически но есть возможность его изменить номер также может представляться автоматически при записи или проведении документа однако мы можем ввести туда какой-то свой и и и и и и и и и если есть необходимость не сильно изменения договора нужно нажать на кнопку редактировать и там выбрать пункт создать новую версию создать новую версию как я уже и говорила давайте укажем организацию она выбирается из списка точно так же как и контрагент укажем дай даты действуют и действуют по укажем валюту взаиморасчетов обращаем внимание что не обязательно валюта взаиморасчетов должна совпадать с валютой в которой будут произведены платежи до в дальнейшем перейдем на вкладку условия введение расчетов доступно в трех видах по договору в целом по заказам по накладным но чаще всего на практике используется по заказам давайте укажем по заказам а вот та самая валюта платежей о которой я говорила которая не обязана совпадать с валютой взаиморасчетов то есть допустим мы укажем здесь доллар соответственно когда валюты не совпадают у нас появляется пункт курс оплаты курс оплаты может быть как фиксированный так на дату оплаты или на указанную дату ну например на дату наговора все зависит от того что прописано у вас в бумажной копии наговора банковские счета банковские счета счет организации это счет нашей организации от имени которой заключается вот этот вот договор банковские счета счет контрагента счет контрагента тоже мы выбираем из списка хочу обратить внимание на то что оба счета и организации контрагента будут здесь указаны в той валюте которая указана у нас которая у нас указана в договоре соответственно если мы ее поменяем то в списке появятся другие договоры допустим для других валют ставка пенни можно поставить какую-нибудь ставку и указать за день, за месяц или за год условия платы можно выбрать из списка, но в случае необходимости можно добавить новое то есть можно вот так вот создать все какое-нибудь новое а можно выбрать то, которое у нас уже существует перейдем на вкладку планирование а здесь предусмотрены некоторые функции, которые нужно заполнять для бюджетирования например TFO выбирается из списка то есть допустим производственная компания проект точно так же выбирается из списка Статья начисления может быть выбрана из статей бюджета закупок или из статей доходов и расходов в зависимости от необходимости все остальное в принципе тоже выбирается из списка перейдем на вкладку FZ-223 напоминаю, что этот закон называется о закупках товаров, работы, услуг если он касается деятельности вашей компании то нужно заполнить эту страницу график поставок его можно заполнить вручную по кнопочке добавить и вот так вот выбираю номенклатуры и прочее но точно так же, чтобы было проще его можно заполнить по кнопке подбора из потребностей которая к сожалению сейчас у нас не заполнена но в принципе есть такая возможность период закупок берется с вкладки основное но его можно менять нажав на вот эти вот три точки то есть можно либо вот здесь вот выбрать либо вот с помощью вот этих вот кнопочек выбирать что-нибудь то что вам нужно но вообще он берется вот отсюда бухгалтерский и налоговый учет здесь нужно указать заполнение ставки НДС для номенклатуры из договора заполнение ставки в документах бывает по умолчанию из карточки номенклатуры или бывает без НДС если мы выберем из карточки номенклатуры то у нас будет ставка НДС браться та которая указана в справочнике номенклатуры вот здесь вот процент ставки НДС Документ поступления мы также подбираем просто из списка тот который наброем на вкладке МСФО можно указать параметры учета из списка класс договора и срочные задолженности тоже выбираем из списка на вкладке дополнительно можно указать какой нибудь комментарий который позволит вам допустим отличать различные версии документов ну либо просто как нибудь пометить этот документ ну либо просто как нибудь ну либо просто как нибудь В подпись указываем обращение EFIO представителей организации контрагента. При необходимости можно указать остальные реквизиты, например, должность, на основании какого документа этот человек подписывает документ, договор, договор подписан в дату. Договор подписан в дату удобнее использовать, чем писать в комментарии, так как по этому полю можно точно так же на форме списка сортировать документы, если у вас есть такая необходимость. Точно такие же поля есть у представителя организации. При этом можно, если у кого-то редкая фамилия, имя, отчество, то можно склонение расставить вручную. Точно так же можно заполнить альтернативное наименование, архивное дело, язык договора, количество листов, количество листов приложений. На вкладке «Контроль документов» указаны доступные виды контроля. Сейчас возникает необходимость хранить сканы подписанных договоров. Для того, чтобы добавить скан в систему, нужно нажать на кнопку «Еще». Выбрать пункт «Связанные файлы», который помечен вот такой скрепочкой. Сейчас давайте откроем какой-нибудь документ, который уже был создан, чтобы не сохранять новых. Затем мы нажимаем на кнопку «Добавить». Есть вариант добавлять из файма на диски, из шаблона или со сканера, в зависимости от ваших нужд. Также для удобства есть в договоре кнопка, которая показывает связанные документы. Это документы, которые связаны с открытым нами договором. В данном случае, допустим, заявка на оплату и другие версии. Есть ли какие-то вопросы у вас? Пролонгация договора? Да, такая функция есть. Это делается с помощью версий. То есть мы нажимаем на кнопку «Редактировать». Создаем новую версию. Как можно заметить, тут заполнились почти все поля. Проставился следующий номер версии. Проставилась дата версии. Ну и, соответственно, именование версии, которое тоже проставляется автоматически, точно так же, как и на именование договора. Дальше мы просто проставляем те поля, которые нам нужны еще. Например, мы можем проставить другие даты, если вдруг у нас изменились какие-то условия. Или точно так же изменяем что-то на других вкладках. На мой взгляд, желательно написать в комментариях, что конкретно изменилось, для того, чтобы не искать потом какие-то изменения. Как создать спецификацию к договору? На основании рамочного договора. Сейчас давайте найдем. Вот как раз рамочный договор. На основании него создаем... На основании него создаем спецификацию. Это удобно, когда мы точно хотим сотрудничать с какой-то организацией, но пока не знаем размере закупок товаров. Тут точно так же заполняются частично функции. Состояние договора по умолчанию – это черновик. Но, соответственно, мы его меняем на то, что нам нужно. В случае, если мы уже, допустим, подписали эту спецификацию или еще что-нибудь. Это бывает удобно, допустим, если мы не знаем изначально, когда создаем рамочный договор, в каком размере мы будем закупать какие-то товары, как я уже говорила. А в спецификации товаров мы можем, допустим, это уже указать. При этом в рамочном договоре вкладку «График поставок» условно оставить пустой. Так, какие отчеты предусмотрены в системе для договоров? Нажмем на кнопку «Отчеты». В принципе, здесь представлены несколько отчетов, которые доступны для конкретного выбранного нами, то есть открытого в данный момент договора. Давайте посмотрим сводный график, допустим. Он выглядит вот так вот. В случае, если бы были какие-то данные, то они бы отображались здесь. Вот так, в принципе, вот такой вот шаблон будет. Можно сказать, что достаточно удобным моментом отчеты являются связанные договоры. Это, по сути, то же самое, что иерархический список, но тут участвуют только договоры. Очень удобно отслеживать знамику их изменений здесь. Так, с печатной формы. Нажимаем «Печать», нажимаем «Наговор». На данной форме у нас представлены доступные виды шаблонов для распечатки. Мы можем взять, допустим, первую из них. Вот так вот он будет выглядеть. Данные будут заполнены из нашего документа, соответственно. Эту версию мы можем, в принципе, отредактировать так, как нам нужно. Допустим, если нам нужно что-то выделить, то мы можем это сделать. В случае, когда нам нужен какой-то основный шаблон, мы можем создать свой. Нажав на кнопку «Создать», вот здесь вот, и новый шаблон. Перед нами открывается форма, как в текстовом редакторе. В нижней части мы пишем текст, вставляем нужные поля из документа. Ну, вот, допустим, вот из списка. Так, текст. Текст можно раскрасить так, как нужно, допустим. Допустим, сделать его вот красным. Можно его, допустим, как-нибудь выделить. Можно его сделать жирным, наклонным или подчеркнутым. Удобно подчеркивать различные важные моменты. После того, как мы сделали сам шаблон, нам нужно обязательно заполнить поле наименования. Вы не забудете его указать, потому что оно, как вы видите, светится красным. А это значит, что это поле является обязательным для заполнения. Соответственно, когда вы нажмете на кнопку записать, у вас появится оповещение о том, что вы забыли указать наименование, в случае, если оно окажется пустым. Вот это вот название будет отображаться вот в этом списке шаблонов. Так что, если вам этот шаблон понадобится много раз, не переживайте, он у вас сохраняется. Если у вас остались какие-то вопросы, присылайте их на наш адрес. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok